Приветствую вас. Меня зовут Афина Март. Я астролог. Меня восхищают и удивляют гороскопы многих известных людей. И так хочется поделиться своим астрологическими эмоциями с вами. 16 августа родился известный и любимый французский актер Пьер Ришар. Мне очень захотелось найти астрологические причины обаяния и шарма этого актера в его гороскопе. Пьер Ришар Морис Шарль Леопольд де Фей, таково полное имя актера, родился в богатой и респектабельной семье крупного текстильного промышленника. Солнце на момент рождения Пьера находилось в 23 градусе харизматичного знака льва. Немного немало градус экзальтации Плутона. Тотем градуса – бенгальский тигр. Градус дает благородство и способности к дипломатии. Отец Пьера любил женщины и азартные игры больше своей семьи. Разорившись, папа де Фей отправил жену и трехлетнего сына в поместье своего отца, потомка древнего дворянского рода. Отсутствие отца в жизни Пьера и непростое детство подтверждает оппозиции ретроградного Сатурна с Солнцем. В респектабельной семье деда мальчик получил интересный личный опыт. Его дед по отцовской линии отправил внука учиться в обычный пансионат. На протяжении восьми лет, каждый понедельник, шофер привозил Пьера в колледж на дорогом лимузине и оставлял на неделю. Одноклассники, в основном это были дети рабочих, отнюдь не жаловали юного аристократа. И чтобы выжить в подобной атмосфере, Ришал прикидывался клоуном. Он довольно рано понял, что если над тобой смеются, то ненавидеть, а тем более бить, уж точно не будут. Это было правильное решение, поскольку дать сдачу и постоять за себя с Марсом в раке, Марс в этом знаке в падении, скорее всего, было сложно. Думаю, что не обошлось здесь без помощи близнецовского Херона в благоприятных аспектах с лунными узлами, который и помогал приспосабливаться в различных ситуациях и избегать конфликтов. Общаться со сверстниками вне колледжа Пьеру не разрешали. Считаю, что его знакомые не достоины дружбы со столь знатной особой. И всю свою юность практически посидел под домашним арестом. Не ходил на вечеринки, не участвовал в пирушках и уж, конечно, не встречался с девушками. Дед по материнской линии, напротив, был простым моряком, с которым мальчик убегал ловить рыбу. Именно он пощал способности Ришара к актерству. А способности были Нептун в гармоничном аспекте к Меркурию во Льве. В космограмме Пьера Ришара планеты расположились в одной половине зодиака, за исключением литроградного Сатурна. И такая конфигурация называется корзина по фигурам Джонса. Поскольку планетами заняты нижняя и западная сферы, то можно предположить, что если бы не включился этот самый Сатурн в ручке корзины, то мы бы навряд ли узнали об этом человеке как об актере. А скорее всего он бы стал среднестатистическим семьянином смысла жизни, которого свелся бы к строительству дома, выращиванию дерева и рождению сына. Но, к счастью, астрология не терпит сослагательного наклонения. Поэтому водолейский Сатурн, который очень хорош по своим и социальным, и неплох по акцентальным качествам, заставил планеты и всего гороскопа работать именно на него. А уж добиваться своих целей Сатурн умеет, как никто другой. После окончания колледжа Пьер объявил родственникам, что собирается стать певцом или актером. Те, естественно, не одобрили такое намерение. Негоже позорить именитую фамилию подобными выкрутасами. И хотя никто не дал ему ни гроша, Пьер уехал в Париж. Тогда-то он и сменил фамилию Дефей на Ришар. Сам актер признает, что характер у него очень упорный. И если он наметил для себя какую-то цель, то к ее осуществлению идет, невзирая на препятствия. Так что можно признать, что известности Пьер Ришар добился вопреки всем своим родственникам. И благодаря своему сильному Сатурну. Но, как известно, Сатурн, да еще и ретроградный, не любит торопиться. Вот и первую роль в кино Дефей Ришар получил уже после 30 лет. После цикла Сатурна. Первая роль была очень маленькая в фильме «Блаженный Александр». Это был 1968 год. Тогда-то кинозрители впервые увидели смешного и одновременно грустного лузера Ришара. Режиссер не только заставил Пьера Ришаром поверить в свое будущее в кино, но и благословил на съемке собственного фильма. Так на экраны вышел рассеянный 1970 год, где Ришар выступил и актером, и режиссером. После этого фильма его иначе, как рассеянным, никто не называл. Другое прозвище «Высокий блондин» актер получил после выхода в 1972 году фильма «Высокий блондин в черном ботинке», который сделал Ришара знаменитым. Когда через несколько лет к звезде Ришара присоединилась другая звезда кино, Жерар Депарнье, то первый же фильм с их участием «Невезучие» 1981 год побил рекорд проката во Франции. Его посмотрели более полутора миллионов зрителей, и это только в Париже. Эти двое и в самом деле удивительно наполняют друг друга. Их актерский тандем одинаково великолепен. И в «Папашах» 1983 год, и в «Беглецах» 1986 год. В конце 80-х годов Ришар основал собственную кинокомпанию, которая занимается производством и прокатом кинокартин. У актера есть несколько пластинок со своими записями, со своими песнями. Как певец он довольно популярен во Франции. И опять надо поблагодарить за хороший голос планету Нептун в гармоничном аспекте с Меркурием. Кроме того, эта парочка Нептун в Геве и Меркурия во Льве помогла актеру увлечься виноделием. Это его любимое хобби. По совету своего друга Жерара Гепардье, актер разводит виноград в своем поместье на юго-западе Франции. Старое жердовое гнездо Пьер давно продал, чтобы о нем не оставалось даже воспоминаний. Великолепное красное вино известно не только во Франции. Ришар экспортирует свою продукцию в Бельгию, Швейцарию. Кроме виноделия, у актера множество других увлечений. Он носится на гоночном автомобиле и мотоцикле. Обожает ловить рыбу, кататься на лыжах, играть в теннис и делать пробежки по утрам. Ну а в повседневной жизни МСЕ Ришар ненавидит делать зарядку, стремится наслаждаться жизнью и не лезет в политику. Ришар терпеть не может новую одежду и к парадным начищенным башмакам предпочитает разношенные стоптанные. И вообще, чем потрепаннее и старее вещь, тем лучше он в ней себя чувствует. Плутон в аспекте с Сатурном. Еще он обожает путешествовать. Квадратура Юпитер-Марс. Ему хочется, как говорится, не только мир посмотреть, но и быть узнаваемым зрителями в разных странах. Кто близко знаком с Пьером, тот знает, что он болезненно самолюбив. Однажды по чьей-то ошибке его не внесли в список лучших 30 актеров Франции. Он очень расстроился, переживал, хотя понимал, конечно, что это произошло просто досадное недоразумение. Что касается личной жизни, то на эту тему он явно пытается избегать любых разговоров, любых интервью. Несколько планет в знаке Рак, Венера, Марс, Плутон делают его закрытым по темам семьи и личной жизни. Однако известно, что в течение многих лет Пьер Ришар был прекрасным семьянином, хорошим мужем, любящим отцом. И вдруг, по его собственным словам, с ним что-то произошло. Он развелся с женой и пустился во все тяжкие. По подсчетам вездесущих журналистов, кроме многочисленных непродолжительных связей, у кинозвезды было, по крайней мере, три постоянные привязанности. Сразу после развода Пьера частенько виделись очаровательная, светловолосая актриса Мюрель Дюбрюль. Затем ее сменила прелестная марокканка Айша, которая была младше Пьера на 34 года. Его последняя пассия, бразильянка Сейла, еще моложе. Причем настолько, что Ришар годится ей чуть ли не в дедушке. А что можно ожидать еще от Тау-квадрата луны с ураном? И Венера и Враки на вершине этой беспокойной конфигурации. От первого брака у Ришара есть два сына. Актер очень сожалеет, что мало занимался своими детьми, когда те были маленькими. Потому что часто отсутствовало из-за съемок. Сыновья давно выросли, они стали музыкантами. Один саксофонистом, другой контрабасистом. Ришар рад, что его сыновья пошли в искусство. Это сближает их, помогает лучше понимать друг друга. А упущенное воспитание детей он наверстывает с внуками. Их у него четверо. Многие считают, что звездный час дедушки Ришара давно позади. Ведь сейчас он не снимается и стал уже легендой. Сам же почтенный мэтр утверждает, что солидный возраст – это совсем не так страшно, как кажется в молодости. С вами была Афина Март. Увидимся!